Новости с Марины Мышко Здравствуйте, это Енисей, новости в студии Марины Мышко и вот главные темы выпуска. Скончались еще шестеро, заболевших опять больше сотни. Есть ли шанс перейти на новый этап послаблений? Экстренно и по плану. Часть болиц в крае начинает принимать пациентов. Где и какую помощь можно получить? Машина стала неуправляемой. Иномарка влетела в школьный забор в Красноярске. Что случилось с водителем? Дело к осени. Каким будет август? Избудутся ли прогнозы федеральных синоптиков о необычно теплом финале лета? Сочная, сладкая и очень полезная. В Енисейской тайге созрела черника. Сколько стоит полезное лесное лакомство? Итак, наступившая неделя в крае станет определяющей для перехода на новый этап послабления. Об этом заявил глава Краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. И это несмотря на то, что статистика пока оптимизма не внушает. В регионе скончались еще шесть пациентов с COVID-19. Количество заболевших тоже растет. За сутки коронавирус подтвердили еще у 128 человек. Лидирует по количеству зараженных по-прежнему Красноярск. Здесь 31 пациент. На втором месте Норильск. Там заболели 24 человека. Далее следует Ачинск, где 15 новых случаев. И Иканск. Очередной период ограничений в крае истекает 9 августа. Будет ли он продлен, пока непонятно. Но следующие восемь дней станут решающими. Чтобы перейти на новый этап послаблений, так называемый коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8%. В нашем крае он пока держится на единицы. Вот что по этому поводу говорят специалисты. Неделю назад у нас был небольшой подъем, то есть коэффициент подрос. В течение недели было постепенное такое снижение от 1,4 до единицы. Это сегодня. И если не будет никакой дальнейшей вспышечной заболеваемости, вообще роста заболеваемости среди жителей, расслабляться нельзя. Коронавирусная инфекция у нас надолго. Тем временем больницы края постепенно возвращаются к плановому приему пациентов. Уже можно попасть к стоматологу, терапевту, сдать анализы или сделать рентген по месту прописки. Начала работать и поликлиника кардиоцентра. Там оказывают помощь в полном объеме, а не только по экстренным случаям. Анастасия Тили выясняла, где прием пациентов по-прежнему на паузе. Вот ключица, вот спица наша 30-го, 0-4-го. Собственно говоря, начало августа. Спица в плече 12-летней дочери Александра стоит уже пятый месяц. В марте девочка сломала ключицу, позже пришлось сделать операцию. Убрать металл из организма ребенка должны были еще в конце апреля. Но ковид поломал все планы. Больницы перепрофилировали в инфекционное отделение. Пока плановый режим работы на паузе, говорит отец, дочь растет. Александр уверен, инородное тело ни к чему хорошему не приведет. Сейчас происходит рост. Я не знаю, каким образом это влияет. Но я так понимаю, что как минимум неравномерно это будет происходить. Ограниченные спицы и неограниченные. Как минимум это дополнительные проблемы с осанкой. Сколько Александру и сотням других красноярцев еще ждать открытия городских больниц, непонятно. Все зависит от того, как дальше будет распространяться коронавирус. БСМП, 20-я больница, Краевая. Все они по-прежнему остаются главными инфекционными госпиталями. Мы разрабатываем план мероприятий, который предусматривает возобновление деятельности по оказанию плановой медицинской помощи. Но конкретные сроки возобновления работы в обычном, привычном для нас ритме будут слишком сильно зависеть от того, каким образом будет развиваться ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Регистратор кардиоцентра. А вот поликлиника кардиоцентра оживает. Больше двух месяцев отделение было закрыто. В коридорах и сейчас немноголюдно. В обычное доковидное время принимали две сотни взрослых и детей. Сейчас прошло чуть больше 60 пациентов. И всем нужна операция. Маленькая клапана не работает. Надо мешать. Прохожу обследование. Сейчас жду хирурга, что скажет. На операцию 10 числа. До 24 июля здесь был развернут ковидный госпиталь. Перед открытием все коридоры, кабинеты и палаты, даже те, куда не ступала нога больных коронавирусом, продезинфицировали. Более строгим стал и прием пациентов. С точки зрения инфекции к нам должны приходить абсолютно здоровые пациенты. Когда пациенты пойдут на госпитализацию в стационар, кроме этих внешних, скажем так, отсутствия внешних признаков заболевания, у них должна быть еще и справка об отрицательном носительстве. Чтобы пациенты не толпились в коридорах, время между приемами увеличено. Действуют и другие, теперь уже неизменные правила безопасности. На лице обязательно должна быть маска. Руки сразу же на входе обрабатываем антисептиком. Мы только после этого проходим дальше. Здесь уже администратор традиционно измеряет температуру. Если она в порядке, следует заполнить вот такой опросник. И только после этого попадешь к врачу. Только неотложных больных еще недавно принимали и стоматологи. Теперь эти отделения открываются один за другим. Когда к полноценной работе вернутся все специалисты, неясно. Прогнозы еще слишком осторожные. Мы очень рассчитываем, что в середине августа у нас уже большая часть учреждений уже сможет перейти на плановый режим работы. Специалисты в поликлиниках сейчас уже работают. И, соответственно, терапевты записывают к ним. И уже все исследования начинают проводить. Работа больницы, поликлиник напрямую связана с коронавирусом. Чем меньше будет зараженных, тем больше шансов попасть на прием. А это во многом зависит и от самих красноярцев. Анастасия Тилия, Алексей Овсяников, Енисей Новости. А теперь о происшествиях. В результате пожара на ТЭЦ-2 в Норильске погиб мужчина. Во время ремонта в одном из цехов загорелось машинное масло. Помещение заволокло дымом. Площадь возгорания оказалась совсем небольшой – около 5 квадратных метров. Но, увы, без жертв не обошлось. Как только огонь ликвидировали, на месте начались восстановительные работы. Известно, что на потребителей и на технологические процессы ТЭЦ происшествие не повлияло. По поручению прокуратуры края проводится проверка. В целях установления фактических обстоятельств и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор города. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда промышленной и пожарной безопасности. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Густой дым, а затем и взрывы. В микрорайоне Белые Росы в Красноярске прямо на забитой парковке сгорела машина. Иномарка вспыхнула около четырех часов дня. Судя по кадрам, сначала огонь охватил салон, а в конце, когда легковушка уже вся была объята пламенем, начали раздаваться хлопки. Очевидцы попытались оттащить стоящие рядом автомобили. На стоянке их обычно очень много. Пожарные приехали быстро, но машину спасти не удалось. И еще одно происшествие. В Красноярске иномарка влетела прямо в забор школы. Случилось это на улице Вавилова. Машина в какой-то момент стала просто неуправляемой. Съехала с дороги и снесла ограждение. Удар был достаточно мощный. В легковушке сработали подушки безопасности. К автомобилю тут же бросились прохожие. Они помогли водителю выбраться из салона, вызвали скорую и пожарных. Судя по всему, мужчине стало плохо за рулем. Возможно, говорят очевидцы, подскочило давление. К моменту приезда медиков он уже пришел в себя. Без пересадок и опозданий. В Красноярске утвердили особый транспортный стандарт. По сути, это свод правил для перевозчиков, а также целый набор требований к инфраструктуре. Один из пунктов – шаговая доступность остановок. Для частного сектора – не дальше 800 метров. Для многоквартирных домов – полкилометра. От поликлиник и больниц – всего 300 метров. Еще один момент – никаких задержек. Двухминутное отставание от графика допускается лишь для 15% рейсов. А информационное табло с перечнем маршрутов и указанием времени прибытия должны быть на всех остановках. Есть четкие требования к оформлению автобусов. Это единый стиль и полная информация о маршруте. Для пассажиров появятся безлимитные проездные. Правда, произойдет это через два года. Вот что сами красноярцы думают об изменениях. Из Покровки, допустим, очень далеко находятся остановки. Но да, конечно же, если рядом с соцобъектами какими-то они будут, это будет просто удобно и быстрее, и лучше для всех, наверное. В том числе для людей, которым тяжело передвигаться. Я думаю, что это порядок больше у транспортников будет. Более дисциплинированно будет относиться ко всему. В основном это, чтобы не было опозданий автобусов. Потому что, допустим, у нас на мясокомбинате же два маршрута всего ходят. Очень трудно бывает уехать. Одни проходят автобусы, других вообще нет. Вот, может быть, порядок будет в этом. Я сейчас не так часто пользуюсь транспортом, и мне кажется, у нас все достаточно решено. Конечно, это актуально, на сколько метров от дома остановки находятся. Вот, например, на Каратаново. Посмотрите, вот там остановка находится. Это очень неудобно. Учебный год во всех школах края начнется в традиционном формате. 1 сентября состоятся линейки, а дети сядут за парты. Это подтвердил заменеститель министра просвещения России Виктор Басюк. В Красноярск он приехал с рабочим визитом, чтобы встретиться с руководством районных управлений образования и проверить готовность к началу учебы. Для нас сегодня самая главная, так сказать, федеральная задача заключается в том, чтобы все школы страны с 1 сентября запустили образовательный процесс в стандартном режиме. Если вдруг по каким-либо причинам, в каком-либо регионе ситуация, связанная с коронавирусом, не позволит это сделать, тогда будет приниматься решение непосредственно перед самым учебным годом. И для того, чтобы в первую очередь обезопасить жизнь, здоровье ребят и учителей. Правда, учиться в этом году придется по-новому. Рекомендации, как должен быть организован процесс, опубликовал Роспотребнадзор. Например, в каждой школе необходимо установить санитайзеры, а в классах – бактерицидные лампы. С другими требованиями все значительно сложнее. Занятия должны проходить таким образом, чтобы дети как можно меньше пересекались на переменах. Кроме того, за каждым классом необходимо закрепить отдельный кабинет. Сейчас в школах продумывают, как все это устроить. Кстати, приемка школ к учебному году в Крае уже началась. Одними из первых процедуру прошли в Зеледеево. Там старое деревянное здание снесли, вместо него построили новое двухэтажное. Все ли готово к первому сентября? Расскажем в сюжете далее. Кабинки закрепить. Заглянуть в каждый шкаф, проверить каждую лампочку. Комиссия из управления образования инспектирует Зеледеевскую школу. Перед учебным годом это обязательная процедура. Недостатки есть, но они поправимы. Если в таких больших масштабах, то здание готово, можно сказать. Но есть еще очень много технических каких-то делов. То есть нужно помыть еще где-то в кабинетах. Не все кабинеты еще подготовили. Школу в Зеледеево построили в прошлом году. Раньше на этом месте было видавшее видо аварийное деревянное здание. За 25 лет работы, вспоминает директор Ольга Коваленко, чего только не случалось с этой постройкой. Все переживали. И разморозку старой школы переживали. Потому что здесь климатические условия в самом поселке отличаются от районных, краевых. Мы сильные, мы все это пережили. И дождались новой школы. В 2018-м в администрации решили новой школе быть. Из бюджета выделили 130 миллионов рублей. И закипела стройка. Пока строили новую школу, ребята занимались в приспособленных помещениях. Вот здесь, в сельском клубе, учились младшие классы. А для старшеклассников арендовали дом, который принадлежит РЖД. Здесь оборудовали учебные кабинеты, а также компьютерный класс. И в таких условиях дети занимались в течение года. Теперь в новой школе 12 учебных классов, спортзал, медкабинет и огромный пищеблок с новым оборудованием. С которым, кстати, сельские повара до этого даже и не встречались. Овощерезательная машина. Там насадочки у нас меняются. Можно пластиками, кубиками резать. Конечно, упростят. Будет быстрее работать. И если раньше дети ели полуфабрикаты, то теперь повара будут готовить все сами. Поэтому рады новой школе в селе кажутся все. И родители с детьми, и учителя с районной администрации. Мне больше всего нравится в этой школе спортивный зал. Там лучше всего играть и пол не такой жесткий, как в старой школе. И спортивный зал, и столовая шикарная. Удивительные кафель. В классах комфортно. И линолеум. Все чистенько, хорошо. Все по-современному. В целом к приему детей здесь все готово. Правда, в этом году из-за пандемии к школам особые требования. Нужно закупить санитайзеры и бактерицидные лампы. Повторная проверка здесь состоится через неделю. А уже 1 сентября за новые парты сядут 65 сельских ребятишек. Юлия Чопчис, Максим Галат, Енисей. Новости. Когда отправится в свой первый рейс современный пассажирский речной лайнер. Далее в выпуске. Наполните ваши выходные романтикой, отправляясь в увлекательную однодневную прогулку по Енисею на комфортабельном теплоходе. Наслаждайтесь красотой реки вместе с калейдоскопом путешествий. Сайт kptur.ru. Телефон 242-5830. КПК Аграрусь. Здесь ваши сбережения растут. Пайщиком до 7,65% годовых. Можно все проценты сразу. 989-13-92. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием 2 минуты. Прием хирурга-флеболога 30 минут. Сдача анализов в ближайшей клинике 20 минут. Лазерная операция 40 минут. Всего 1 час 30 минут и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Клиника лазерной хирургии. Варикоза нет. 205-45-01. При боли в спине и суставах. Адрес помощи. Улица Баграда, 132. Диагностика. Блокирование боли с использованием ультразвуковой навигации. Лечение грыж протрузий без операции. Комплекс процедур для здоровья позвоночника от команды профессионалов. Человек проводит в пути почти 4,5 года своей жизни. Заставьте это время работать на вас. Ваша реклама на мониторах формата 12 на 4 и 8 на 5. 6 на 3 и 4 на 3 на ключевых улицах города. А также 70 экранах сети формата. Рекламная компания Илан. Город теперь ваш. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Восстановление и улучшение потенции у мужчин. Деликатная гинекология для женщин. Лечение геморроя без боли и операции. Шлифовка рубцов лазером, удаление новообразования кожи, лечение постакне. Вам понравится быть здоровым. Купи куртку за полцены. Где? В Ермаке. Со скидкой 50%. Только до 1 сентября. Матросова 18. Магазин Ермак. Это Енисей. Новости. Продолжаем выпуск. Историческое событие. Традиция речного судоходства по Енисею получает новую жизнь. Совсем скоро по Сибирской реке начнет курсировать суперсовременное пассажирское судно. Двухпалубный лайнер Андрей Дубенский начинает строить в Санкт-Петербурге. Репортаж Евгении Шелковниковой. Прошу подняться на трибуну и закрепить закладную доску губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича, губернатора Красноярского края Усса Александра Викторовича. Рождение нового уникального корабля по традиции задокументировали для потомков. Эта закладная доска с именем судно Андрей Дубенский стала первым шагом в совершенствовании речного судоходства края. Двухпалубный красавец будет курсировать между Красноярском и Дудинкой уже в 2023 году. Но по-своему особенный он уже сейчас. Это первое отечественное пассажирское судно, которое создают для суровой арктической зоны России. День действительно для всех нас и особенности для сибиряков по-настоящему исторические и очень значимые. Он значим, кстати говоря, не только для Красноярского края, но и для наших братских соседних регионов, Тывы, Хакасии, поскольку они сегодня объединяются одним большим географическим понятием – Енисейская Сибирь. Енисейская Сибирь – это по-настоящему огромный континент и предметом нашей гордости, источником силы, жизни и развития, конечно, является Енисей. Одна из наиболее могучих и многоводных рек планеты. В качестве исполнителя заказа был выбран Средненевский судостроительный завод в Санкт-Петербурге. Здесь сохраняют лучшие традиции корабельного дела и внедряют современные инновации. Питерским мастерам предстоит возвести не просто роскошный плавучий отель. Это будет мощный лайнер, способный выдерживать протяженные расстояния, длительные рейсы и экстремальный арктический климат. За качество и сроки работ поручился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. И очень замечательно, что на этом судне будет размещен быстроходный катер, который сможет доставлять в те места отдаленные, где нет причала. Раньше по рекам Сибири ходили суда, которые были построены за границей. А теперь у нас будет слой отечественный. Это исторический момент и в нашей стране, и, конечно же, в Санкт-Петербурге. Кстати, имя лайнера Андрей Дубенский выбрали сами жители края с помощью онлайн-голосования. Как и название для еще одного судна – Виктор Астафьев. Это будет точно такой же мощный и красивый корабль для путешествий по Енисею. Однако спустят на воду его чуть позже, в 2024 году. Евгения Шелковникова, Енисей. Новости. Банду черных оружейников обезвредили силовики. Члены группировки подпольно продавали оружие и боеприпасы, причем орудовали по всей стране. Чтобы задержать преступников, ФСБ провела сложную спецоперацию в 12 регионах, в том числе и в Красноярском крае. Оперативники задержали 42 человека и накрыли 22 мастерских. Там изъяли внушительный арсенал – это пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, ручные гранаты. Всего 179 единиц боевого и гражданского оружия, более 80 тысяч патронов и множество стволов, барабанов и других частей орудия. А также начинка для изготовления взрывчатки, порох, тротил, детонаторы. Следствие по этому делу продолжается. Загорелся прямо на ходу. Очевидцы сняли задымившийся автобус. В блоке коротких новостей расскажем, что стало с пассажирами, а также с каким счетом закончилась встреча футбольного Енисея с омским Иртышом. В Красноярске прямо на ходу загорелся автобус. Случилось это на проспекте Свободном. Очевидцы заметили, что маршрутка задымилась в районе остановки школа. Видео опубликовали в социальных сетях. На кадрах заметно, что задняя часть машины плотно окутана черными клубами. Выяснилось, что в автобусе произошло короткое замыкание. Заметив поломку, водитель высадил всех пассажиров. Обошлось без пострадавших. В Татышев парке появились новые павильоны проката. Площадь каждого примерно 110 квадратов. Объекты выполнены в эко-стиле. Внутри есть отопление, поэтому работать они могут круглый год. Летом здесь будут выдавать велосипеды и ролики, а зимой лыжи и коньки. Пока помещений только три, но обещают, что к концу августа в Татышев парке установят еще четыре таких же. Однако из-за коронавируса они пока закрыты для посетителей. Красноярский Енисей обыграл Иртыш из Омска. Со счетом 2-1 матч состоялся в рамках первого тура футбольной национальной лиги. Эта игра стала первой в сезоне, начало которого сдвинулось из-за коронавирусных ограничений. Следующая встреча пройдет на центральном стадионе 8 августа. Против Енисея сыграет команда «Динамо» Брянск. Сотрудникам Перовского лесничества удалось сделать редкие кадры самой крупной в стране совы – бородатой неясыти. Она попала в объектив во время охоты на грызунов. За такой рацион эту птицу еще называют пернатой кошкой. Неясыть, в отличие от сородичей, может охотиться и в светлое время суток. Голову она поворачивает на 270 градусов, а чуткий слух помогает найти жертву, даже если она находится на глубине 30 сантиметров под снегом или землей. Необычную картину наблюдали красноярцы в центре города. Огромный рояль с помощью автокрана поднимали на второй этаж старинного здания. По-другому затащить его внутрь просто невозможно. А все дело в том, что в музыкальных школах края началась масштабная замена инструментов. Такой глобальной поставки не было с 70-х-80-х годов. Подробности далее. В историческом здании музыкальной школы номер один на улице Сурикова в Красноярске пришлось даже выставлять вековые рамы, чтобы затащить внутрь новенький рояль. Это один из самых дорогостоящих и массивных инструментов, которые здесь купили на федеральную субсидию. А вдобавок обновили целые классы струнных и народных направлений. Вот эти инструменты, которые мы приобрели, они все мастеровые. Мастера российские. Инструменты хорошего качества. Я надеюсь, что детям будет и приятно, и это будет дополнительная мотивация для профессиональной ориентации или для более качественного получения музыкального образования. Еще один качественный современный концертный рояль купили для музыкальной школы номер 4 имени Хворостовского. В буквальном смысле это лицо образовательного учреждения. Именно на нем исполнять все отчетные концерты. А для повседневного обучения приобрели целый арсенал клавишных, струнных, смычковых и духовых инструментов. Очень замечательно у нас приобретение. И мы, если одним словом, вообще удовольствие, радость и восторг. Поэтому спасибо огромному и Министерству культуры Красноярского края, и Министерству культуры России, что вот есть такая возможность для школ. Это очень важно. Новые инструменты в этом году получат 14 музыкальных школ и колледжей по всему краю. Такое масштабное обновление впервые за 40 лет стало возможным благодаря участию в национальном проекте «Культура». На перевооружение учреждений искусств выделено почти 60 миллионов рублей. Для сравнения, это в 50 раз больше, чем в предыдущие три года. Такого массового пополнения инструментами не было в наших учреждениях 70-80-х годов прошлого века. И вы прекрасно понимаете, что воспитать исполнителя, настоящего музыканта с большой буквы на плохих инструментах невозможно. Во-вторых, мы сейчас вкладываем силы в подрастающее поколение, которое уже в ближайшее время будет определять культуру Красноярского края, ну, пожалуй, более чем на полвека. По нацпроекту «Культура», в котором наш край принимает самое активное участие, поставки новых инструментов, оборудования и учебных материалов музыкальные школы будут продолжаться в ближайшие четыре года. Евгения Шелковникова и Иван Дорофеев. Енисей. Новости. В тайге созрел урожай черники. Сколько стоит лакомства и как сохранить витамины на зиму, расскажем далее. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, управление персоналом, экономика. Двигайтесь в правильном направлении и подавайте документы в Красноярский институт железнодорожного транспорта на сайте кришт.онлайн. Телефон 248-16-44. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Современная лазерная коррекция зрения, новейшая методика Смайл. Более точная и менее травматичная только в Смайл-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Купи куртку за полцены. Где? В Ермаке. Со скидкой 50%. Только до 1 сентября. Матросова 18. Магазин Ермак. От мух Мухаяр. Возвращаемся к новостям. Дело идет к осени. Синоптики рассказали, какая погода ожидает нас в августе. И, конечно, на этой неделе она, кстати, будет самой теплой за весь месяц. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов со знаком «плюс». К выходным станет совсем жарко. Воздух прогреется до плюс 28. Даже ночью будет совсем по-летнему в районе плюс 17 градусов. При этом возможны грозы, усиление ветра, а по утрам – туманы. Осадки практически возможны практически каждый день. Но каких-то, так сказать, таких сильных осадков мы не ожидаем. Единственное, немножко есть вероятность по востоку нашей территории, что там сильные осадки возможны. В целом, нынешний август ожидается в пределах нормы. Ни теплее, ни холоднее обычного. Погода начнет меняться со второй декады месяца. В середине и ближе к концу августа ночами будет около 15 градусов. Днем не выше плюс 20. Да и в целом природа будет стремиться к сентябрьскому состоянию. К счастью, затяжных дождей не прогнозируют. Осадки весь месяц будут вполне умеренными. А вот урожай в этом году ранний. Сочная, сладкая, очень полезная черника созрела в Енисейской тайге. Собирать эту ягоду начали еще в конце июня. Но специалисты настаивают, делать этого нельзя. Все секреты знает Андрей Давыдов. Смотри, вот это вот черника. Черника, да. Собираешь ее вот так вот, берешь, тихонечко и по ягодке. С бабушкой за черникой Варвара Герман отправилась впервые. Искать спелые темно-синие бусинки на низких кустах с мелкими листочками она научилась довольно быстро. Старание девочки вознаграждает сама природа. За несколько минут она набирает полную пригоршню сладкой лесной ягоды. Она очень темненькая, ее легко найти в кустиках. Наклонишься, а нее там очень много под кустами. Вкусная ягодка? Очень. Ведерко Варвары наполняется очень медленно, ведь большинство собранных ягод девочка отправляет прямо в рот. Но для первого раза и это неплохо. Витаминки. Собирать чернику руками в Сибири считается баловстом. Так делают разве что дети ради лакомства. Настоящие промословики пользуются вот такими вот совками. С помощью этого нехитрого приспособления за день можно набрать несколько ведер этой вкусной лесной ягоды. Бабушка Варвары, Светлана, переживает. Сейчас браконьеры выбирают чернику раньше срока, еще зеленцом. При этом нещадно ломает и мнут саморастение. Пользы от невызревшей ягоды никакой. А вот вред природе огромный. Поврежденный черничник потом несколько лет не дает урожая. Ну если она зеленая, она витаминов таких не дает. Это когда она уже созреет, соспеет. Когда ее руку подставляешь, кажется, она в ладошки падает. Вот тогда она, конечно, с витаминками ягоды. И в июле собираем. Ну и вот, говорю, до сентября может стоять. Если медведь ее все не соберет. Собранную ягоду Светлана перекрутит сахаром и отправит в морозильник. Так лучше всего сохраняются витамины. А вот ее подруга Людмила делает из черники ароматное варенье. Главный секрет – сладкое угощение варит в два этапа и совсем не добавляет воды. Сначала ягоду засыпает небольшим количеством сахара и ждут, пока она даст сок. Как только она сок дала, я ее ставлю на огонь и довожу до кипения. Чуть-чуть побулькала, я ее быстренько выключаю и оставляю до остывания. Обычно это делаю вечером, оставляю на ночь в этом сиропе. На следующий день варенье снова ставят на плиту, постепенно добавляя туда основную порцию сахара. Главное при этом не дать ягодному лакомству закипеть. Но уже теперь не кипятить. Как только она закипела, она будет жидкая. Сейчас в Енисейске на рынке черников продают по 300 рублей за литр. Но обычно в августе эту лесную ягоду начинают в больших количествах завозить с севера. И тогда цена на нее заметно снижается. Андрей Давыдов, Александр Дубовой, Енисей. Новости. И это все сообщения к этому часу. Всего вам самого доброго и до встречи. Прогноз погоды в Красноярском крае на вторник, 4 августа, представляет компания «Строительная керамика» и объявляет грандиозную распродажу склада. Звоните 2-190-151. Вот это ассортимент! Компания «Строительная керамика» объявляет о грандиозной распродаже облицовочного кирпича, керамических блоков, тротуарного клинкера. Все для строительства и ремонта. Улица Весны, 21. Телефон 2-190-151. В Таруканском районе на юге Таймыра и Фавенкии облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью от плюс 12 до плюс 16 градусов. Днем от плюс 17 до плюс 27. В северной группе районов Красноярского края преобладает облачность. Местами с прояснениями. На части территории ожидаются дожди. Ночная температура до плюс 15 градусов. Днем плюс 26, плюс 28. В восточной части региона переменная облачность. На всей территории дожди. Ночью до плюс 14 градусов. После полудня до плюс 26. В центральных районах Красноярского края облачно с прояснениями. Повсеместно пройдут дожди. Ночью до плюс 16 градусов. После полудня до плюс 26. В западной группе переменная облачность. Дождь на всей территории. Ночью до плюс 15 градусов. В светлое время суток до плюс 26. На юге Красноярского края малооблачно. Почти повсеместно небольшие дожди. Ночью от плюс 12 до плюс 18 градусов. Днем от плюс 24 до плюс 27. В Красноярске 4 августа переменная облачность. Пройдет небольшой дождь. В темное время суток до плюс 15 градусов. Днем до плюс 24. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин